В Тобольске жители тоже жалуются на последствия обильных снегопадов и резкой смены погоды. И понятно почему три аварии на одном месте в один день. Такое ЧП произошло в спальном в шестом микрорайоне Тобольска, где нет оживленного движения. Причиной послужила нечищенная дорога. В ситуации разбиралась Ольга Куричко. Шестой микрорайон Тобольска. Проезд между игровой площадкой и детским садом. В этом месте в один день три аварии. Снежные заносы в разы сократили площадь проезжей части. Она напоминает корыто. Машины скатываются и цепляют друг друга. Ситуации как под копирку. Одно транспортное средство двигалось прямо, не маневрируя. Второе совершало маневр направо. В результате чего заехало на снежную наледь, накать и скатилось на другое движущее транспортное средство. Нечищенные дороги, то есть такой накоти не предусмотрено. Это ЧП вынудило дорожников начать очистку в шестом микрорайоне. А в основном два подрядчика работают на уборке главных магистралей города. Говорят, на них выделяют бюджетное средство. Все остальное по остаточному принципу. Из-за этого почти в каждом дворе спор между управляющей компанией, дорожниками и собственниками жилья. К сожалению, видите, у нас зимой что-то происходит, что с них вообще не убираются. Поэтому, так скажем, мы тонем снегу. Видите, все машины утопают в снегу. В принципе, не подъехать. Проблематично и скорой помощи подъехать, и уж тем более пожарным машинам. А тут еще на крышах появились сосульки и снежные козырьки. Специалисты комитета ЖКХ, администрации Тобольска ежедневно выходят в рейды по дворам. Вот улица Аптекарская, дом 4. Входную группу. В данный момент она плохо очищена. Почему? Потому что, во-первых, по ширине она не соответствует этой длине. И слой снега. Его должны, конечно, убирать. Здесь дороги тоже должны управляющую компанию прочищать. Уже в этом году предпринимателям выдано 46 предупреждений о вывозе снега, очистке крыш и входной групп от наледий. Нарушителям грозит штраф. Большинство стараются его избежать и стремятся быстрее исправить замечания. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тюменское время.